Всем привет! Это вторая часть обзора завоза в Ому, Минск. Сразу давайте я вам какую-нибудь красоту покажу. Это Ома, которая находится на Малиновке, станции метро Малиновка. Слушайте, я достал упаковку, забрал, цветочек остался, но зато вам покажу, потому что я распаковывать растения не люблю для показа, да, отсвечивает, да, конечно, было бы, скажем так, приятнее посмотреть без упаковки из этих бликов на камере, но и меня поймите, я не хочу тормошить растения. Пусть это делает человек, которому подарили или который сам себе купил этот цветок. Хотела достать эту белую, которая просто не помещается. Смотрите, больше цветов, чем у Iron Man. Ну, шикарно. Корней, к сожалению, несколько вот отпали. Слушайте, или не отпали, наверное, да, закрутился цветонос. Класс, очень-очень круто. Шикарно. Вот если на подарок, или на подарок себе, с ладошкой, да, размер превосходный. Скоро уже придется ходить сантиметры с рулеткой, чтобы показывать вам размеры, потому что, ну, не всегда все на камере передается. Иногда смотришь, ну, блин, вообще, вот пересматриваешь совсем не то. А что это здесь такое? Зачем они подоставали? Может, отпаивали? Потому что некоторые прям совсем сухие пришли. Хотя вот тут классно показать, какие обычные листочки, да, там, ну, у стандартов, и какие в крапушку у парфюмерок. Люблю парфюмерки, я думаю, вы тоже. Пишите, если так. Слушайте, здесь какой-то вообще засушенный палет. Похоже, моя гипотеза, теория все-таки верна, что как-то подсушили их дороги. Вот это срочно надо отпаивать, вот это срочно надо отпаивать. Девочки-мальчики, приходите, покупайте. Ну, потому что, вот, скорее всего, позасыхали не потому что с ними какая-то беда, а потому что их надо палить. И, пожалуйста, тоже, наверное, не ругайтесь на работников магазина. У них полно-полно и без этого работы не всегда, как мне объяснили, можно все это успеть. Крайней мере, то, что мне писали в комментариях, если у вас был опыт такой работы, то поделитесь. Но я не осуждаю, просто вот могу призвать приехать и купить цены. Причем вот такие вот растения по 15 рублей есть подороже, вот эти вот крупные. Там уже чуть больше цена. Показываю вам в предыдущем ролике прям с ценниками. Слушайте, тут уже вообще цветонос срезан. Неприятно, хотя вот я не понимаю, почему не поубирали упаковки. Если тогда... А, бирочки не перенесли. Слушайте, а вот по 10 рублей вообще. За парфюмерку шикарно. То есть это все-таки оценка. Ну давайте эту, которую показываю, которая еще вообще цветет. Если отпоить, то будет ок. Непонятно. Непонятно. Видимо, надо каждый горшочек смотреть в отдельности и не забывайте по приходу обрабатывать от вредителей. Так, пролезли здесь или нет? Сейчас сделаем такой интересный маневр. Пролезла. Стоят палеты. И с этой стороны тоже хочется вам показать и рассмотреть. Настолько крупные растения в этой поставке, что они не влазят в обертку. И до некоторых просто физически не дотянуться. Вон там грустит Iron Man. Вот это я вам сниму, покажу. Такая малышка, тяжеленькая какая-то. А она вот и полита. Приняла. Странно. Очень-очень странно. Не понимаю логику полива в этом магазине. Может, вы не расскажете. Беляши такие. Ну, не совсем. Все-таки есть разводы. Но, тем не менее. Вот знаете, я показываю вам, что мне понравилась фламинго. Здесь мне нравятся, наверное, больше всех белые за на счет размеров. Потому что белые такие благородные, приятные, долгосветущие, долгоиграющие. И всегда украшают дом, радуют себя. Скорее всего, Caribbean Dream так свисает, как в тропиках. Тоже небольшие мутации проявляются. Интересные. Для любителей желтых еще одна стоит. И еще. Но много, конечно, дублирований идет. Белые, белые, белые. Вот вы любите белые или вам все-таки они уже надоели? Мне коллекцию не хочется, но со стороны всегда нравится. И видела я ситуацию, где очень отговаривала такая уже ярая орхолюбительница, женщина, которая только-только хочет купить себе первое растение. И она выбрала себе вот такую орхидею. И та ее отговорила. И уговорила купить какую-то, знаете, такую более, изысканную. Но знаете что? Я, конечно, не очень такое люблю. Человек все-таки должен руководствоваться своим выбором и желанием. Потому что мы не отвечаем за других людей. Люди должны делать свой выбор. И пусть бы она купила сначала белую, потом розовую, потом еще раз десяток. Да хоть двадцать штук, да? Но это был бы ее выбор. Я специально с другой стороны обошла, но не ради Iron Man. Там в середину-то у меня одна интересная показалась. Сейчас попробую достать. Слушайте, совершенно не зря. Очень нежно. Вот пример, да, с желтой. Но это очень разные. Конечно же. И корней просто какое-то невероятное количество. Поставим обратно. Но вы знаете где. Средний стеллаж. Средняя полка. Внутри. Вот. Можно ориентироваться на Iron Man. И белая тут как тут. Внизу тоже поджидают нас. Уже известные, любимые сорта. Но тем не менее у нас еще стеллажи. Я вот хочу задать себе вопрос. Где беглипы? Вот они. Вот наш маленький беглипчик. Чуть-чуть его вниз опущу, потому что с высоты снимают нереально. Как вам? Очень красиво, по-моему. Столько разветвлений. Еще не засушены. Тестовый. Хотя я бы не сказала, что тестовый. Я бы сказала, да, вот на вскидку штука, какие-нибудь манта. Да. Но видите, поэтому я и говорю всегда считайте названия. Сейчас очень много похожих сортов. И себя не путайте. И людей не возите в заблуждение. Слушайте, ну неужели это все по беглипам? Скорее всего внутри еще что-то расположилось. Но не факт. Давайте еще вот это покажу поближе, красотку. Так. Губа такая интересная, неоновая. Вот здесь корни уже подсушены. Эдикшн. Тоже старый сорт. Так. Ладно. Вот еще один беглип. Тут, конечно, надо ходить искать, доставать. Тоже очень-очень нежный. Так. Немножко корешки тут даже замокли. Но в целом хорошо просушен. Эприллиант. Так вот. Конечно, можно лезть вглубь, но совсем не хочется повредить, да, некоторые растения, сорта, чтобы вы могли прийти и себе их забрать. Вот вижу еще один, скорее всего, тоже этот Эприллиант. Показываю то, что просите. Любите парфюмерки? Показываю. Любите леглипчики? Тоже ищу. Как-то мне писали, что я желтая пропускаю. Все, видите, не пропускаю. Ой, тут прям две стрелки. Но сорт обалденный. Посмотрите. Это целый каскад. Вот я не люблю, когда его ставят прямой стрелой. Мне, конечно, больше нравится, если бы он спускался водопадом. Это было бы сильно-сильно красивее. Кто ты, воин? Покажись. Кембридж? Блин, мне кажется, Кембридж меньше по размеру. Что-то я уже совсем маркировке в этой поставке не доверяю, но так бывает. Раз на раз не приходится. По ценному тоже 26 рублей. Совершая свой обзор, надеюсь, вы нашли то, что вам понравилось или просто послушали такой АСМР. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok